Девочка-пай Добрый вечер! Сегодня суббота и как обычно в это время на канале муниципального телевидения новости района. В студии работает София Ткарданова. Очередное заседание комиссии по антитеррору и ликвидации ЧАЭС прошло в зале заседания администрации района. Об этом подробнее в нашем первом сюжете. Очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС прошло в зале администрации под председательством главы района Заура Хамирзова. В работе заседания приняли участие председатели СНД Александр Брянцев, заместители главы района, начальники управления и заведующие отделами администрации, главы сельских поселений, директора образовательных организаций и заведующие дошкольно-образовательными учреждениями. Члены комиссии рассмотрели два актуальных вопроса. По вопросу обеспечения безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников на территории Кашхабского района первым доложил начальник управления культурой Рауф Хурья. Устреждение культуры района в этом плане наработает неплохой опыт. Работа по профилактике экстремизма, терроризма и других антиобщественных и социально опасных явлений проводится целый день. Второе. Каждой работе культуры во время новогодних и других предприятий обязаны стать в своем роде, в своем месте. В трудных учреждениях проводится тщательный обход и осмотр всех помещений. Примерно за один неделю до новогодних предприятий сложилась такая традиция. Мы собираем практически всех трудных с собственных сторон. Это и МЧС, это и полиция, это и прокуратура, это и пожарные и так далее. Но опыт профессионала всегда гораздо лучше, чем опыт дилетанта, скажем так. И всегда эти люди обращают внимание на те моменты, на которые, скажем, мы обращаем мало внимания или не обращаем совсем. Я хочу сказать, что повторить мысль, которую я повторяю, наверное, из года в год. Люди должны прийти на праздники в хорошем настроении и уйти в таком же прекрасном настроении. Но этого мало. Надо, чтобы все были живы, здоровы, и у них было бы желание прийти на это мероприятие еще раз. О проведенных и планируемых мероприятиях доложила начальник управления образования Ася Берзегова. В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, предотвращения террористических, экстремистских акций и преступлений в отношении детей, преподавательского состава, технического персонала, образовательных организаций, недопущения пожаров и других чрезвычайных ситуаций, вперед проведения новогодних рождественских мероприятий и зимних коллег. На основании приказа управления образования 4 декабря 2018 года номер 271 в образовательных организациях района будут введены усиленные меры безопасности объекта и территорий, находящихся в ведении организации. А также выполнены меры противопожарной антитеррористической безопасности в период проведения новогодних с 24 по 29 декабря рождественских праздников и зимних коллег с 30 декабря по 8 января 2019 года. Во всех образовательных организациях будет обеспечена антитеррористическая безопасность, в том числе с исключением возможности несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и здания образовательных организаций. В завершении своего доклада начальник управления образования отметила, что все образовательные и дошкольные учреждения готовы к проведению новогодних праздников. По данному вопросу выступили также заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Руслан Хлажев и начальник отдела территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Булдаков. Ранее докладывали начальники управления образования и культуры о мерах пожарной безопасности. Хочу добавить и обратить внимание, перед началом проведения каких-либо мероприятий с массовым пребыванием и вообще любых мероприятий необходимо проверить сигнализацию пожара. Также система оповещения. Также эвакуационные выходы должны быть полностью открыты. Также хотел бы, пользуясь случаем, попросить глав сельских поселений провести информационную профилактическую работу с населением именно по использованию пиротехнических средств, специально отведенных местах. В период с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на территории Кашкаповского района планируется проведение мероприятий приурочных празднования Нового года, которые будут принимать в соответственное участие жители района. Во исполнении требований приказа им. Республики Адыгея, номер 609 от 30 ноября, в целях надлежащего обеспечения общественной безопасности на территории Кашкаповского района, в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников личным составом уже начаты мероприятия, а также планируются еще мероприятия, которые я буду излагать ниже. В Кашкаповском отделе уже заведено контрольно-наблюдательное дело, где концентрируется вся необходимая документация, касаемая именно данных новогодних праздников. В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан дорожного движения в период подготовки к празднованию в район начальника подписан приказ, которым утвержден план мероприятий, который будем согласовывать уже с главой администрацией муниципального образования, а также с УХСБ по республике Адыгея, которым также мы утверждаем состав рабочей группы муниципального отдела. В плане обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых мероприятий, соответственно, мы готовим расстановку личного состава, который будет задействован, а также необходимое количество резервов, которые будут дислоцироваться в самом здании отдела до окончания всех мероприятий. По второму вопросу повестки дня об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории района в осенне-зимний период выступил заведующий отделом ГОЧС администрации района Николай Зверев. Вступление в осенне-зимний период вопрос о безопасности людей на водных объектах уходят на первый план. С приближением пологов реки и водоемы начинают покрываться льдом, однако он не всегда достигает безопасности для человека и техники толщины и может легко разрушиться. По прогнозам Адыгейского гидрометцентра, температура воздуха во второй половине декабря месяца будет опускаться до минус 8 градусов, а значит на водоемах будет образовываться тонкий ледяной покров. Большинство несчастных случаев на водоемах как раз происходит в момент недостава, когда лед еще не прочный, а любители подледного лова рыбы или покататься на коньках уже испытывают свою судьбу. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах главой администрации муниципального образования Кашкарский район подписано распоряжение номер 243 об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории Кашкарского района в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Убежден план мероприятий, направленный на недопущение гибели людей на водных объектах. Основной целью данного распоряжения является профилактика и предупреждение несчастных случаев с людьми в период становления льда на водных объектах. В завершение главой района были поставлены задачи перед соответствующими службами. Особо была подчеркнута необходимость слаженной работы всех силовых структур, глав сельских поселений, а также проведение разъяснительной работы по повышению бдительности среди населения, что поможет обеспечить на территории района правопорядок и спокойствие. На прошлой неделе в зале администрации района прошло рабочее совещание главы района Заура Хамирзова с руководителями сельских поселений района, специалистами районных управлений и ведомств, и предпринимателями. Главной темой мероприятия стал новый закон о новом обращении с твердыми коммунальными отходами, который вступает в силу с 1 января 2019 года. В минувшую среду в район администрации состоялось совещание по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. На мероприятии присутствовали глава района Заур Хамирзов, директор филиала «Экоцентр» по Республике Адыгея на Льве Алибердов, начальник отдела реформирования ЖКХ Минстроя Республики Адыгея Денис Коновалов, главы сельских поселений, предприниматели района. Напомним, что с января 2019 года ситуация с ТКО в регионе сильно изменится. Создан единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. На завещании был рассмотрен ряд вопросов. Это порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации твердых коммунальных отходов, порядок заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, установление тарифов на услуги регионального оператора и так далее. На этих вопросах более подробно остановился директор филиала «Экоцентр» по Республике Адыгея на Льве Алибердов. В результате конкурсного отбора в Республике Адыгея региональным оператором по обращению с отходами выбрано предприятие ООО «Экоцентр». Находится в городе Волжском. Здесь создан филиал, адыгейский филиал ООО «Экоцентр». Значит, с 1 января 2019 года оказание услуг по вывозу ТКО будет заниматься именно наша структура. Значит, с этого момента все ранее заключенные договора, как юридические, так и юридические лица, считаются недействительными. Значит, в Республике будет один упомощенный орган, то есть «Экоцентр», который только имеет право заключать договора и который именно эту услугу будет предоставлять. На сегодняшний день у нас сформирован тариф. Значит, тариф составляет 608, он единый по всей Республике, составляет 608 рублей 0,4 копейки. Если так, применительно каждому по считательности, с учетом норматива накопления, получается 101 рубль 34 копейки на одного человека в месяц. 101 рубль 34 копейки. Это касается частного сектора и 98,81 рубля на квартирный фонд на одного человека в месяц. Значит, вначале мы берем за основу количество прописанных, в дальнейшем будем его корректировать. Первое, значит, делать перерасчеты, то есть, значит, количество проживающих, если, допустим, ну, к слову, 5 человек проживает, ну, два студента, которые учатся в Майкопе или в Краснодаре, то на основании справок, согласно 354-го постановления, значит, которое определяет, значит, порядок перерасчета, мы делаем их, значит, при предоставлении, соответственно. Значит, то есть, студенты учатся, взяли там справку, значит, нашему представителю дали, сделали перерасчет. Что касается договоров, по частному сектору индивидуальных договоров не будет. Будет действовать договор публичной оферты. То есть, значит, 9 октября этого года, значит, в газете «Советская Адыгея», значит, напечатан, значит, текст уведомления, ведь типовой договор, что является основанием считать, что договор заключен с каждым физическим лицом. То есть, с 1 января мы приступаем к работе, к 1 февралю формируем квитанцию и выставляем, значит, собственникам. Квитанция, сразу говорю, будет совместно с электрическими сетями. То есть, значит, в одной квитанции будет одна строка, это плата за электроэнергию, вторая строка, это плата за вывоз мусора. То есть, индивидуальных договоров, как таковых, не будет, только по желанию. Понятно, да? Вот как бы часто задают вопросы. Что касается юридических лиц, значит, договор должен быть с каждым юридическим лицом. На сегодняшний день, значит, эта работа проводится. Нами разосланы, я думаю, всем разосланы уведомления о необходимости заключения договора с приложением формы заявки, которую, значит, каждый, каждое юридическое лицо обязано заполнить и, значит, обратно скинуть оттуда, ну, к нам, на наш электронный адрес. Далее, значит, наши специалисты обрабатывают, привязывают к маршруту, к графику, способу вывоза и, значит, получается договор, который потом, значит, двумя сторонами подписывается. Кроме того, Нальби Алибертов проинформировал присутствующих с порядком оплаты услуг по обращению с ТКО, уточнил, каким категориям граждан предоставляются льготы. В ходе совещания были даны ответы и разъяснения на поступающие вопросы. За звание лучшего дома культуры Республики Адыгея борются 8 учреждений Республики Адыгея, в том числе и дома культуры Бличепсинского и Натырбовского сельских поселений. Вчера оценить работу и состояние домов культуры выехала комиссия в составе представителей Министерства культуры и Центра народной культуры Республики Адыгея. В эти дни в нашей республике проходит четвертый тур республиканского конкурса «Лучший дом культуры-2018». В финал конкурса вышли 8 учреждений. Также параллельно с этим проходит региональный смотр коллективов художественной самодеятельности на подтверждение звания «Народные». Экспертная комиссия в составе Министерства Республики Адыгея, представителей Центра народной культуры Республики Адыгея приехали в наш район, а именно в Лучший Псинский и Натырбовский дома культуры, которые оказались в числе финалистов. Сегодня мы в Кашхабовском районе. В рамках смотра коллектива художественной самодеятельности на присвоение званий «Народный образцовый самодеятельный коллектив». И также одновременно проходит у нас республиканский конкурс «Лучший дом культуры». Мы объединили эти два мероприятия. И сегодня мы вот с удовольствием смотрим в данный момент Млечипсинский дом культуры. После капитального ремонта все постарались силами жителей аула. Мы очень рады, что есть такие условия теперь для наших коллективов. Это улучшит качество их исполнительское, конечно же, мы надеемся. Вообще Кашхабовский район богат у нас творческими силами, творческими, интересными постановками. И мы надеемся, что смотр коллективов на присвоение званий «Народный образцовый» тоже пройдет на высоком профессиональном уровне. Надеемся, что сегодня мы увидим в хорошей форме коллективы. И все они успешно защитят и подтвердят свои звания «Народный образцовый». И если есть какие-то новые предложения по присвоению званий, мы их с удовольствием рассмотрим. Заместитель директора Центра народной культуры Республики Адыгея Светлана Кемичева уже дает положительную оценку работе коллектива Блечипсинского дома культуры. Комиссия продолжает свои смотры. Мы объезжаем всю республику за этот период. Мы просмотрели довольно-таки много претендентов на этом конкурсе. И сегодня мы посетили Блечипсин. Хочу сказать, что Дом культуры, конечно, очень сильно преобразился в лучшую сторону. И все, что было сделано, конечно, это оценивается. И довольно-таки на высоком уровне все было проведено. Среди всех домов культуры, которые мы смотрим, считаем, он является одним из приоритетных, которых мы выделяем на какие-то передовые места. Поэтому сегодня мы проверяем не только материально-техническую базу, но и документацию, как она проводится, работу, как она проводится, какие коллективы здесь занимаются и все остальное. Это мероприятие способствует обобщению и распространению передового опыта деятельности культурно-досуговых учреждений Адыгеи, усилению роли коллектива самодеятельного и народного творчества, организации досуга населения. А мы, в свою очередь, желаем нашим конкурсантам победы. О результатах конкурса мы узнаем уже в середине этого месяца. Дмитриевское сельское поселение стало вторым населенным пунктом в районе, принявшим десант волонтеров, студентов Мединститута Республики Адыгея. Дмитриевское сельское поселение стало вторым населенным пунктом в районе, принявшим десант волонтеров, студентов Мединститута Республики Адыгея в рамках акции «Добро в село». Цель данного мероприятия – повышение уровня жизни в муниципальных образованиях через улучшение состояния ФАПов, а также повышение доступности медуслуг населению. Мы приехали с акции «Добро в село». Это наш последний выезд в рамках этой акции. В Кашхабльский район мы приехали второй раз. В связи с тем, что 1 декабря был Всемирный день борьбы со СПИДом, то сегодня для ребят мы предоставили презентацию и показали фильм, видеоролик на эту тему. 2018 год – это год волонтера. В Москве состоялось закрытие этого года 5 декабря. Ребята-волонтеры – это студенты мединститута. Это пятый, шестой, второй курс сегодня с нами, будущие медики. Наш основной выезд – это политотдел. Там на ФАПе сейчас принимает терапевт, принимает специалист с кардиовизором. Студенты-волонтеры в этот день разделились на две бригады. Одна бригада посетила Чехракскую школу. Для школьников был проведен урок здоровья, на котором волонтеры рассказали о проблеме ВИЧ-СПИДа и провели оздоровительную занимательную зарядку. Вот, допустим, мы вам сегодня рассказали, да, вы что-то новое узнали, а теперь вы должны нести это в массы. Вместе, возможно, мы приостановим эту страшную проблему, как пандемию ВИЧ-инфекции. Вот, так что будьте здоровы, следите за здоровым образом жизни. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы обязательно на них ответим. Другая бригада медиков принимала местных жителей в здании ФАП Хутора Политодел. Всем желающим измерили артериальные давления, частоту сердечных сокращений, пульс, получили консультацию терапевта. С жителями Хутора были проведены санитарно-просветительные беседы о здоровом образе жизни. Хочется также отметить преображение внешнего облика здания ФАПа. Здесь заменены старые деревянные окна на пластиковые, внутри сделан косметический ремонт. Все это благодаря инициативе министра здравоохранения Республики Адыгея, побывавшего здесь накануне. У меня окна были очень старые, холодно было в здании. Сейчас мне в короткие сроки поменяли окна, сделали ремонт полностью, но еще не до конца, конечно, сделали. Сейчас очень тепло, население очень довольно, я очень благодарна Миритукову, что он помог нам вот это все сделать. Майкопия суд вынес приговор местной жительнице. Согласно материалам дела, женщина обманула свою знакомую и похитила у нее более 12 миллионов рублей. В городской отдел полиции 72-летняя майкопчанка обратилась, когда терпение слушать очередные отговорки знакомой о возврате крупного займа попросту уже не могла. По заявлению пенсионерки, стражу правопорядка провели доследственную проверку, а когда факты подтвердились, возбудили уголовное дело. В ходе процессуальной работы были установлены все обстоятельства этого преступления. В период с ноября 2014 года по декабрь 2017 года мошенническим путем завладела денежными средствами более 12 миллионов рублей под предлогом займа для вложения в свое личное дело, которое она собиралась открыть. Отметим, что всю схему обмана женщина тщательно спланировала, придумала значимый предлог и даже написала расписку. Получив от потерпевшей 8 миллионов рублей, аферистка рассказала очередную легенду и вынудила частями отдать ей еще более 4 миллионов. Как выяснили следователи, все это мошенница могла реализовать благодаря обещаниям выплатить хорошие проценты за пользование чужими денежными средствами. Но в результате ни денег, ни прибыли потерпевшая не получила. На время расследования фигурантки, ей 64 года, была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Чтобы установить причастность женщины к мошенничеству, была проведена подчерковическая экспертиза, был ряд и других доказательств. Сначала женщина отрицала свою вину, но под давлением улик призналась. Майкопский городской суд назначил мошеннице наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Она обжаловала приговор, но Верховный суд Республики Адыгея оставил его без изменения. Обеспечение безопасности и личной защищенности сотрудников органов внутренних дел всегда ставится на первый план при выполнении служебных обязанностей. Вместе с тем, Уголовным кодексом России за преступления в отношении представителей власти предусмотрено суровое наказание. Но некоторых не пугает даже перспектива оставаться за решеткой, и они продолжают совершать противоправные деяния. Подробнее о том, к чему это может привести, рассказывает наш корреспондент Сергей Елизаров. В этом году в Адыгее зарегистрировано больше десятков фактов оскорблений и применения насилия в отношении представителей власти. Эти преступления совершались практически во всех районах республики. Мы проанализировали статистику и выяснили, что в большинстве случаев противоправные действия в отношении полицейских совершают пьяные лица. Нецентурной бранью и рукоприкластом в ответ на законные требования сотрудников полиции чаще всего отвечают нетрезвые водители и разгоряченные алкоголем зачинщики семейных конфликтов. Возможно, в этот момент они не осознают всю степень тяжести и последствий, но надо понимать, что указанное обстоятельство ни в коем случае не освобождает злоумышленников от ответственности. Кстати, она довольно суровая. В судебной практике региона немало случаев, когда за подобные действия виновные получили реальные сроки лишения свободы. В мае текущего года в поселке Яблоновском Тахтамукайского района 25-летний местный житель в ответ на законные требования сотрудников Дорожно-патрульной службы ГИБДД применил в отношении них насилие. В отношении данного гражданина следственными органами было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия были собраны неопровержимые доказательства вины подозреваемого. На их основе суд вынес приговор. Мужчина осужден к полутора годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Несколько месяцев спустя на территории этого же муниципального образования аналогичные противоправные действия были совершены в отношении сотрудников патрульно-постовой службы полиции. За совершение данного преступления был задержан 29-летний ранее судимый житель Оренбургской области. Ему суд также назначил наказание, связанное с лишением свободы. Один год восемь месяцев мужчина проведет в колонии строгого режима. Предостерегаем граждан от совершения таких преступлений. Вместе с тем напоминаем, что за применение насилия в отношении представителей власти уголовным кодексом предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Постегательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа еще более тяжкое преступление. Виновный в его совершении может быть приговорен к пожизненному заключению. Сергей Елизаров, Вячеслав Коробков, Вести, дежурная часть. На днях из длительной командировки Северо-Кавказский регион вернулся сводный отряд полиции Адыгея. Среди участников торжественной встречи была и съемочная группа нашей программы. Материал Вадима Агаркова. По сложившейся традиции, несмотря на поздний час, прибывших встречали руководители ведомства, муниципальных отделов полиции, коллеги, представители общественности, родные и близкие. Встреча была действительно долгожданной. На протяжении шести месяцев сотрудники сводного отряда МВД по республике Адыгея несли службу на территории Чечни, поддерживая правопорядок и оказывая содействие своим коллегам на месте. Командир отряда, майор полиции Алексей Бездетко доложил об успешном выполнении задач в Рио министра внутренних дел Мурадину Брантову. Обращаясь к подчиненным, Мурадин Брантов поблагодарил их за честный и добросовестный выполненный служебный долг. Он подчеркнул, что командование объединенной группировки высоко оценило профессионализм и мужество полицейских из Адыгеи. Вы относитесь к числу тех сотрудников, которые в течение последних шести лет в условиях сопряженных с опасностью для жизни и здоровья выполняли поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за безупречную службу. Вклад ребят в обеспечение правопорядка отметил и член общественного совета при ведомстве полковник милиции в отставке Азмет Хутыс. Далее перед строем зачитали приказ о поощрении наиболее отличившихся сотрудников. За образцовое исполнение служебных обязанностей, почетной грамотой МВД по республике Адыгея награждены майор внутренней службы Михаил Донцов, старший лейтенант полиции Рамазан Фархатов, лейтенант полиции Руслан Брафтов, а также старшие сержанты полиции Константин Гололобов, Руслан Теунов и Максим Мачнев. Нагрудным знаком МВД России отличник полиции награждены прапорщик полиции Руслан Дагужиев и старший сержант полиции Карен Аракелян. Затем ребят ждала долгожданная встреча с родными и близкими, радостные улыбки и крепкие объятия. Сейчас, вернувшись из командировки сотрудников, ждет небольшой отдых. А потом они вновь приступят к несению службы по охране общественного порядка на территории нашей республики. Вадим Агарков, Денис Вигерчук, программа Вести, дежурная часть. В Тахтамкайском районе судом рассмотрено уголовное дело, фигурантом которого стал местный житель. Он обвинялся не только в неправомерном завладении чужим автомобилем, но и в повторном управлении транспортом в нетрезвом виде. Несколько месяцев назад дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение об угоне. К розыску легковушки незамедлительно подключили снаряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы. Одновременно с этим оперативники уголовного розыска проверяли лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за такие деяния. В результате проведения неотложных мероприятий подозреваемого задержали. Выяснилось, что он угнал чужую машину под угрозой применения насилия. По данному факту тогда возбудили уголовное дело. Еще одно процессуальное решение в отношении мужчины было принято за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Это было подтверждено проведенным медицинским освидетельствованием. Рассматрив все собранные следствия доказательства, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет. Мужчина проведет их в колонии строгого режима. Полиции Майкопского района проводится проверка по факту мошенничества с использованием сувенирных билетов. Накануне с заявлением о хищении путем обмана денежных средств в органы внутренних дел обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что работает кассиром в одном из магазинов района. После осуществления неизвестным посетителям покупки она обнаружила, что полученная купюра номиналом 5000 рублей является бумажкой с надписью «Билет банка приколов». Сейчас устанавливается личность мошенника. МВД обращается к жителям с просьбой не терять бдительность, особенно при общении с незнакомцами. Обо всех подозрительных случаях следует срочно сообщать участковому по намочному полиции или по телефону 02. На этом наш информационный выпуск завершен. Я же с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных. Цифровое телевидение Теперь легко найти в цифровом эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова